Фашисты! Убийцы! 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 Сейчас на всю Россию прославимся. Ну что, я готова не только прославляться и кричать. Жили в Мариуполе. В Донецкой области жизнь была прекрасная. Разговариваем на русском языке. Никто нас не ущемлял. Не притеснял. На каком языке хотел, на таком и говорил. Я даже проезжал во Львов, разговаривал на русском языке. Никто мне ни слова не говорил. Проезжали дети из Рецы, из Белоруссии. Все было хорошо. И ни от кого мы не зависели. Никто не притеснял. И русскоязычное население не надо было нас ни от кого защищать. 24 февраля пошли? Да, мы сразу пошли обстрелы. Но сначала было не часто, не сильно. А со 2 марта уже ничего не было. Ни газа, ни света, ни воды, ни тепла. Потом у нас разбомбили все супермаркеты, магазины. Марауполь был окружен со всех сторон. Люди выстраивались, огромные очереди, естественно. Толпы были перед супермаркетом, уже который последний остался. Потом подъехали полицейские, сказали расходитесь. Повезло, природа нам дала шанс. Был дождь, мы собирали дождевую воду с восточных канунок. С крыши? Да, текла. Потом выпал снег, мы собирали снег, набирали в любую емкость, которая есть. Потом топили, пили, добавляли лимонные кислоты немного и пили, потому что по-другому никак. Пить-то хочется. Да, мылись, обмывались тоже понемногу. Мы готовили кушать во дворе, на камушках там, кто как мог. Копировались. И вот только свист, сразу все прячутся на крыльцу, под крышу. И потом начинаются взрывы. Бомбы падали везде. Было зарево, было соком, было видно. Страшно, непонятно. Знакомая наша. Взорвался снаряд, и кусочек снаряда отскочил, и високий сразу умерла на заправке. А хоронить было негде. Хоронили трупы прямо во дворе, на клумбах или вообще лежали просто как бы на лавочках, потому что некому было хоронить. Если человек одинокий, там и людей нет. Дом взорвали, все, положили, замотали и ушли. Бегали, проведывали друг дружку, или как сказать, связи не было. Через дорогу и так. Вот заяц бежит, там пригибается, где-то просвистело. Чуть затихло, пробежал дальше. Рядом возле нас жил племянник, который помогал. Мы его просили уехать. Он сказал, я здесь нужнее. И он бегал куда-то, выискивал, там какие-то родники, где-то пробитые были, там водопроводы. Он говорит, что набираю по 4 бутыля этих, 5-литровых, и бегу. Я не знаю, сколько я донесу их, потому что бывают такие выстрелы, что попадают прямо в канистру. Вот. И только вчера мы получили известие, он обозвался, что он... Зачистка пошла войсками российскими. Да. И он смог позвонить с какого-то другого телефона и сказать, что я жив, я в лагере. Что будет дальше, не знаю, все. Фильтрационный лагерь в Никольском. И родственников много в России. И они не верят нам, что это такое может происходить, что это россияне нас так бомбят и обстреливают, что, типа, вы там сами вызываете его на себя. Ну, а как... Как им доказать, что приезжайте нам, приезжайте в Мариуполь, посмотрите, что делается. Не мы же самолеты пускаем, не мы град. Нас останавливали эти блокпосты с российскими солдатами. И они говорят, а чего вы плачете? Ну, здесь же... Мы же нормальные, мы же такие же люди, как и вы. И так хотелось задать вопрос, а зачем же вы к нам пришли? Ну, естественно. Они же пришли спасать нас от бандеровцев каких-то нациков. До сих пор мне снится война. Я не могу слышать самолетов. Две квартиры сгорело. Мариуполь уже тогда был уничтожен на 90%. Оставаться не было смысла, потому что голод, холод и война. И решили уже пробираться под пулями. И вот нам, как вроде бы, первый коридор дали 14-го марта. Ну, как-то мы поздно узнали. А 15-го, когда увидела, что горят машины вокруг, у нас там стоянка была большая, что второй раз попали в 12-этажный дом уже по второму кругу, и все горит. Застрял напротив нас дом, снаряд застрял в фундамент, и не взорвался. И все выбито. И мы бежали под пулями, пригибаясь, потому что свистело, и везде пыль поднималась. Это не пули? Это снаряды летали? Снаряды, да, летели, что я не понимала. Муж меня наклонял, что пригибайся, пригибайся. Вот. И потом уже, мы за 10 минут собрались, что могла, покидала просто чемодан. Я не соображалась, что я делаю. И вот, вот. Машину бросили в Запорожье. Мы сели в этот запорожье на эвакуационный поезд. Доехали до Львова, а со Львова через два дня уехали на Варицы. Здесь наша дочь. Мы из Мариуполя смогли выехать 16 марта. Пили дождевую воду. Пили снег топили. Еды толком не было. Это благодаря маме нашей, которая пчеловод, у которой было сухое молоко. Она для пчел его покупала. Вот они его разводили и поили детей. Кормили. Потому что дети все время просили кушать. Прилетели ракеты. Мы очень испугались. Спрятались. И слышу, кто-то кричит. Кто-то говорит, хозяин, хозяин. Я открываю окно, и там стоит папа. Папа вообще там никогда не был. Мне просто казалось, что я уже просто сошла с ума. Потому что папа в Мариуполе и в частном секторе. Да, он же был в селе. Все знали. Мне казалось, что я уже сошла с ума. И он тогда, это ты, начал кричать. Выходите, быстро поехали. В общем, это трагедия. Он нас спас. Если бы он не приехал, я не знаю, сколько бы дней мы еще там находились. И не знаю. Вообще, он уже все заканчивалось. Смогли бы мы выжить. Он первый, кто смог ехать по этой дороге, по которой еще никто не въезжал. Только на выезд выезжали. Ему говорили, что ты не был. Там военные говорили, что тебя расстреляют, нельзя ехать. Ну, там была вся его семья, получается. Вернулся, он их не нашел. Их забрали родственники, он не знал, где они. Он вернулся опять на эту гору, с Мариуполя выехал, плакал и говорит мне, я их не нашел. Я их не нашел. Их там нет. В доме нет. Он очень... Говорит, Таня, город весь сожжен, все разрушено. Мариуполя нет. Он был просто, он плакал. Мужчина, 69 лет. И я ему... Потом я связалась, я, в общем, нашла их, где они находились, у каких родственников, опять через других родственников, в общем. И отец снова поехал в Мариуполь. Когда первый раз он прорывался, ему говорили, не едь, эта дорога очень опасная. Он мне сказал, мне терять нечего. Говорит, стреляйте, мне терять нечего, вся моя семья там. Он прорывался, в общем, нашел их. И то нам адрес дали не точно, ему дали две улицы, по которым он их искал. Он ездил по частному сектору. Он ездил по частному сектору и искал. Он искал дом. Кто знает номер дома? Номер дома никто не знал, потому что частный сектор, он такой запутан. Я говорю, папа, только что прилетело две ракеты за пять минут до его приезда. Я не могу в машину посадить троих детей и ехать. Мы будем в подвале. И он очень начал кричать, быстро поехали. Там коридор, там много машин едет. И мы сели в машину, я заставила троих детей. Мы трое суток добирались до Запорожья. Да, в обычное время это занимает два с половиной часа дороги. И представьте, только смотрела вот так, чтобы не наехать на мину. Никуда не смотрела по сторонам, только вот так, чтобы никуда не наехать. И сестре говорю, смотри по сторонам, чтобы ты потом могла хотя бы что-то рассказать, что ты видела. Что я ничего не могу смотреть, кроме как вперед, чтобы никуда не наехать. Висели провода, машины. Дорога была очень страшная, пока мы не выехали с Мариуполя. Подушка из штанов и вещей. А что? А что? Откуда у тебя эти вещи? Мы волонтеров взяли. Моя бабушка и другие наши соседи спали в коридоре. Да, коридор это самое такое безопасное место, но коридор вообще посередине. Да, радиоволна. Ну да. А вот когда открываешь окно где-нибудь в доме, и вот это вот, когда взрывы прям близко, вот эта вот волна, окна, ну они трясутся конечно, но не вылетают уже. Не вылетают. Можно форточку открыть. А если даже вылетают, то слава богу не на человека. Тяжело говорить? Или когда говоришь наоборот легче? Когда говоришь, да, много легче. Да, когда... Чтобы выговаривался, да, что ты думаешь. Иногда даже когда супер страшный сон, вы говори кому-то и все. Да. Живи спокойно. Я обычно выговариваюся на свои собаки и шиншилле. Можешь на воду выговариваться еще, потом снимать. А я собаки выговариваюсь, а у меня слушаешь, и да. Да. So, ты думаешь, что он будет выгонять? Да. Моя мать-ин-лова у меня получила употребления из-за супермаркета за три года. Окей, потому что она верит, что он будет продолжать. Потому что она у него есть предыдущие опыты. Ага. Так что, она более опасна, она более манипулирует через медиа. Я стою с Украинскими людьми. Потому что они на защиту. Мы будем страдать, потому что мы будем энергии убеждены. Но у нас убеждены, у нас убеждены, у нас убеждены. Это более важное. красиво. Это очень красиво. более завезионные одежды, обуви и так дальше. Я приехала в октябре на учебу в университете, то есть у меня никаких знакомых в Греции нет из украинской общины, не было. Но поскольку я пошла на митинги, я познакомилась с большим количеством хороших людей. Потому что нам люди дали немножко одежды, чтобы много не надо брать, как мы домой все мы хотим домой. Да, он будет играть ребенку. Взрывы встретили в Киеве. Квартира у нас в центре города. В эту ночь я не спала. В 4.30 я услышала первый взрыв. Я позвонила маме, она живет напротив меня в доме. Говорю, мама, началась война. Она говорит, нет, нет, тебе показалось. Это что-то видимо там неправда. И она как раз когда со мной говорила, случился второй взрыв. Я сказала маме, что у нас ровно 15 минут на выход из дома. Вот. Набрала папу дочки. Он приехал сразу к нам по дому. Успокоил ребенка. Мы с мужем в разводе. Это когда семья, независимо от ситуации, она оказывается вместе. Позвонил его папа и сказал о том, чтобы я забирала своих родителей. Приезжайте ко мне в дом. Я все подготовил. И мы очень долго ехали. Обычно туда ехать минут 20-30. Мы ехали около 4 часов, потому что все люди пытались выехать. Но, вы знаете, я увидела такую толерантность на дорогах, когда люди, понимая, что каждый находится в одной ситуации, я не увидела ни агрессии. То есть, единственное, что скорые, безусловно, все они ехали, я не представляю, как там, по деревьям просто, с бензином достаточно было напряжено. Понятно, что все пытались заправиться, поэтому заправки давали только по 10 литров. То есть, мой бывший муж, он когда вернулся, он чуть позже приехал, он еще организовал, он главврач клиники, очень достаточно известный в Украине, хирург-офтальмолог. И с этой ночи начались ракетные атаки очень мощные, поэтому мы неделю просидели в подвале, спасибо, опять же, свекру, что он заранее все организовал. Но подниматься наверх нельзя было, мы поднимались по одному, исключительно, если какую-то еду подогреть, и очень быстро. То есть, если ребенок просился в туалет, я говорила, мы не отвлекаемся максимально быстро, иначе просто потом с голой попой будем бежать. Знаете, когда находишься в закрытом пространстве, очень сложно понимать, что вокруг вообще происходит. И мои друзья начали по одному выезжать. И вот такая вот одна знакомая мне сказала, что она за 12 часов смогла, она была неподалеку от меня, как раз в том городе, вот где у нас загородный дом. И она сказала, что у них во дворе разорвалась ракета воронкой 50 метров, говорит, меня отбросила просто и землей накрыла. Говорит, я больше в жизни не хочу испытывать состояние земли, вот лицо в земле, и они сразу в 5 утра уехали с друзьями. Я ей говорю, Женечка, а как же я? Она говорит, я тебе сейчас дам полностью всю карту, не переживай, ты проедешь, я в тебя верю. И я набрала мою сестру в 2 часа ночи сюда и говорю, что я беру на себя смелость ехать, потому что куда дальше тянуть уже не могу. Потому что у ребенка, знаете, вот эта сумочка, которую, знаете, как детки туда кладут, самые важные игрушки. И вот у нее эта сумочка, она с этой сумочкой такая, как называется, тревожная сумочка. Она на плечика и все время говорит, мамочка, куда мы бежим? Вот она с этой сумочкой. И вот мы двумя машинами выехали. Это считается Киевская область. Первых часов в 5 я просила, мы просто молчали, потому что вот это состояние, когда над тобой что-то летит и за тобой что-то бежит, оно очень страшное. И ты на самом деле, когда едешь по дороге, не понимаешь, кого ты встретишь за поворотом. Мы переночевали у няни, мальчика этого Алеши, она как раз в той области и пригласила нас всех к себе домой. И это была, наверное, самая страшная ночь в моей жизни, потому что до комендантского часа оставалось полтора часа, а дорога по GPS показывала два часа. И дорога через поля, и дорога через, там, где нет дорог, это ночь. Ребенок рыдает на заднем сидении, потому что страх Божий. Ну, это, знаете, как после, ну, когда замерзшая земля и поля, то есть это вот все вот такое переработанное. Машину у меня подбрасывало. Я думала, что, честно, я останусь без машины, главное было доехать. Мы потом на следующий день смогли перейти границу Молдову. В Молдове, опять же, договорились с посторонними абсолютно людьми, которые нас встретили, на два дня приютили. И этот момент, когда ты вот бежал, вот, ну, ты не мылся, там, неделями, да, вот этот запах войны с тебя выходит. Они нам накрыли постели, накрыли столы, и вот просто нас вот теплом этим обогревали. Люди, которых мы в жизни не видели. И после этого, мы когда чуть-чуть уже вот так собрались, отошли, мы поехали через Румынию проехали. Но моя задача была не тормозить, максимально быстро доехать, потому что четверо людей в машине, и мама, папа, они уже в возрасте, им тяжело долго сидеть, поэтому мне нужно было не останавливаться. Поэтому мы проехали фактически всю Румынию за один день, въехали в Софию, в Болгарию, там уже остановились, но мы все вернемся. Нет ни одного человека, который скажет, мы не вернемся, нет. Мой бывший муж находится там, дедушка моей внучки, отец мужа находится в военных действиях. То есть это тогда, когда беспрекословно муж Юли, который вы видели, человек, который может на самом деле многое, он остался с первой секунды, он сказал, я никогда в жизни не покину, я буду, иду и воевую, все, и он находится в защите. Когда все завершится, и надеемся и молимся, что как можно скорее будем думать, как все это строить и перестраивать, потому что наших городов нет. До 2014 года в Донецке жилось, ребята, очень хорошо. Это действительно была ладная, разумная, очень такая легкая для работы жизнь. Город сам по себе красивый, с инфраструктурой. Мы избалованные театрами были. У нас дети очень хорошо, все ориентировались в театрах, четко понимали свои предпочтения, кто больше любит музыку, кто драматический театр, кто филармонию. Ну, как люди работающие, у меня было частное предприятие, частный предприниматель была до 2014, ну и после 2014 тоже, только недавно совсем закрыла. Для меня был шок российские, пророссийские митинги на Центральной площади, для меня был реальным шоком. То есть я была совершенно не готова к этой реальности, и я не могла понять истоков этой популярности российского мира. Оказалось, что сотрудники моего предприятия слушают российское радио, что народ прям так живо интересуется. И когда человек с автоматом прибежал к нам на рынок, потребовал, чтобы все закрыли свои павильоны и сказал, что сейчас будет митинг, я буду вас инструктировать. И когда он сказал, все скрывайте свои предприятия, бейте лопаты, и мы все пойдем на объездную дорогу рыть окопы, потому что сейчас засылу танками пойдет, мы должны им противостоять, потому что они вас с землей сравняют. Да, то я поняла, что мне точно здесь делать нечего, что мне, я не знаю, куда я еду, но мне надо срочно вывозить себе ребенка на подконтрольную Украине территорию, и что это точно не ополченец из Донецка. Собрали там последние вещи в машину, побросали, и там в течение буквально пары суток выехали из Донецка. Единственным решением было это отвезти ребенка к папе, потому что папа на тот момент уже несколько лет был в Киеве. Конечно, каждый блокпост нас проверял, несмотря на то, что две девчонки сидели в машине, но донецкие номера проверяли очень тщательно. Тем не менее, приехали в Киев, и там до 22-го года, но я во всяком случае так и пробыла. Вот такая история. Тревожно спала в ночь на 24-е. Я даже не помню, это был такой ужас, что я даже не помню, откуда я впервые сделала заключение, что это не просто единичных диверсантов ловят, что это полномасштабное вторжение. В общем, потом час провала, неприятие действительности. А потом просто что? Ну, собралась, составила план и начала что-то делать. В плане физической безопасности мне было безопасно, то есть мне прямой как бы необходимости оттуда уезжать не было, но просто со временем потребовалась помощь для того, чтобы вывезти ребенка из Киева, это раз. А во-вторых, я же отлично знаю, опять-таки как профессиональная беженка, что вопрос безопасности, прилетит ли к тебе в твое жилье или не прилетит, это одно. А вопрос отсутствия работы, это другое. Вот выжить-то как? Кто тебя кормить-то будет, пока война? Насколько тебе хватит твоих запасов, насколько там снабжения города хватит? Не перебьют ли, например, канализацию или водопровод в городе? Это же страшно, да? Мариуполь, которому воду перекрыли. Эвакуационный поезд – это пространство, затрамбованное под завязку детьми, и тащить туда барахлом – это просто преступление, будем называть вещи своими именами. Это просто преступление. Мы ехали в Интерсити, там не то, что в тамбуре плечом к плечу мамы с детьми стояли на руках, там в туалетах было, в каждом в туалете по три мамы с ребенком на руках. Для того, чтобы кто-то смог зайти в туалет, поднимали детей вот так вот на руки, вот эти пятнашки с поднятыми детьми, для того, чтобы кто-то зайти мог. Поэтому, ну, какой там чемодан? Путин, stop killing Ukrainian children! Stop, stop, stop! Путин, stop killing Ukrainian children! Stop, stop, stop! Путин, stop, stop! Генеральный страйк, работник из Гристии, очень дорогая сейчас, с водой и электричеством. Мы не с одной стороны, с Россией, ни с Украиной. Да, конечно, мы коммунисты. Для нас это война ибреализма. Это война ибре. И, конечно, в любой войне, люди платят за это. Да, это война ибре. И, конечно, мы с Украиной. Коммунисты в Гристии, особенно в Гристии, они очень довольны к фасистской России, к так называемым коммунистам. Мы их называем социально-империалистской России. Эти коммунисты, только фасистские коммунисты. Так что, наша обязанность быть здесь. Доктор Панетис Ксандопову, выходец из бывшего Советского Союза. Откровенно говорю, Зеленский никакого уважения я к нему не питаю. Зачем он дразнил злую собаку? Это вы про Путина? Нет, это я метафорически. Это метафора. Конечно же, это про Путина. Но это метафора. Я с уважением отношусь к Путину. Им янки дороже, к сожалению. Им Европа нужна была. Вот она, ца Европа. Так вы тоже в Европе живете. Да, и что дальше? Вот она, ца Европы, вот она. И как? Неплохо вроде? Да никак. А что неплохо? Это просто по сравнению с Украиной неплохо. С Россией может быть в некоторых местах. Не везде. Но это не то, что мы жили в своей стране. Никогда не думали переехать обратно? Думал, честно. Почему нет? Думал. Ну, не получалось. Дети учились. Я их поставил на ноги. Дочка врач. Уехала в Барселону. Не было бы развала Союза. Никто бы из греков сюда бы и не поехал. Я даже встретила такого человека, который сказал на каком-то митинге, извините, я русская. Вот. Ну, как бы мне очень жаль, что я русская. Наверное, это будет, извините нас. Вот, наверное, это будет то, что украинцы будут хотеть слышать от каждого русского. Они встречают. Потому что... Ну, извините. Не извините. Каждый, я считаю, что каждый русский виноват в том, что где-то промолчал, не сходил, пробоялся. Извините. То, что русские не сдаются, любимая фраза русских. Извините. Это... Вы трусы. Это я не Путин. Россия не Путин. Путин. И Россия это Путин. И вы Путин. Потому что вы его выбрали. Вы его не проконтролировали. Вы позволили вашей заразе поширюваться в свете. Вы не взяли под контроль вашу заразу. То, что вы видите в окупованном Иноградаре, люди выходят с украинскими припорами. В Херсоне люди выходят с украинскими припорами. На них стоят танки. Извините. Если бы в Москве... Они говорят, что в Москве там берут... Извините. Москва 12 миллионов. Сколько у вас людей? Если бы вышло миллион автозаков, не хватило. Пока вы все не понимаете свою ответственность. Либеральны, нелиберальны. Вы все ответили за то, что сталося. Ну, как можно было... Ну, как такое можно сделать? То есть, даже есть наказ. Есть злочинный наказ или не злочинный наказ. То есть, включаешь голову и не идешь. Включаешь голову... Не знаю, стреляешь себе в ногу. Нет. Ты не включаешь голову и стреляешь людей. Ты режешь людей. Тобто, гвалтуешь людей. Мордуешь людей. Где вы учились? Где ваши вчители? Какие книжки вы читали? Какие мультики вы смотрели? Мы смотрели те самые мультики, радянские мультики. Там не было такого. Телефll書ка Крым головы кофет сказали. Крым головы обрадованы. Крым, невероятно! При таком переномет в чемпион Diem 1235 года.